Привет, друзья! С вами я, Руслан Халецкий. Рубрика «Ответы на ваши вопросы» и что же это может значить? Естественно, что сегодня пятница, скорее всего, я не обманул с выпуском, сегодня пятница, и я отвечаю на те вопросы, которые вы задавали на канале YouTube. Так что в процессе видео возникает вопрос, возникает ваше мнение относительно того, что я говорю. Не стесняйтесь, ставьте на паузу, пишите вниз комменты и обязательно лайкайте вопросы других ребят, потому что именно так мы выясним, что интересно вам и про что стоит рассказать. Итак, мы открываем все банально YouTube, смотрим комменты. Разгорелась полемика из прошлого ролика про пилотку. Не знаю, что смутило некоторых наших желаний подчеркнуть праздничный день. находясь в отпуске, но многим, наоборот, понравилось, было куча положительных комментов, очень много в Инстаграме писали. Удивительно, вот фотография именно наша с Костяном в пилотках и в камуфляже набрала процентов на 20 больше. охвата, просмотров и так далее, чем мои стандартные посты в Инстаграм. Поэтому могу оценить по вашим лайкам, по мнению других людей, что было правильное решение, что людям это понравилось, что это было верно. А вот эту пилотку я хочу разыграть. Так что тот, чей коммент наберет больше всех комментариев под нынешним видео, получит от меня в подарок пилотку и получит в подарок от меня еще наш фирменный шейкер и сможет выбрать любую из пяти наших новых капсульных продуктов. Какой это будет продукт или какие это будут продукты, узнаете в конце видео, потому что в конце видео будет еще один маленький конкурс. Но про него я сейчас не расскажу, поэтому вам придется или перематывать теперь на конец видео, либо все-таки меня слушать. Итак, погнали. Игорь Круг, расскажите мазь для подтягивания кожи. Эффект все-таки больше временный, но все же может быть при постоянном использовании она действительно и на долгое время поможет подтянуть кожу, лучшее состояние. А мазь гепариновая. Есть такая мазь, она используется обычно для лечения геморроя, но многие бодибилдеры, я думаю, и люди... Я уверен, что даже наверняка в интернете какие-нибудь бабушкины рецепты, в которых сказано о том, что гепариновая мазь помогает подтягивать кожу. Я, как обычно, не подумал почитать ваши вопросы. Надо бы, на самом деле, я думаю, в следующий раз с этим заняться и заранее посмотреть вопросы, которые набирают топ, хотя бы, чтобы немножечко их обдумать, ответы. Потому что наверняка по гепариновой мази, я думаю, не я один об этом знаю, тем более мне очень тут ловный спортсмен один рассказывал о применении этой мази для того, чтобы там прикинуть кожу на пояснице. Ее там, ну, нужно было улучшить качество поясницы, и было понятно, что это именно излишек кожи из-за того, что человек очень большой и много сбрасывает в соревнованиях, много сбрасывал в тот момент. Поэтому, так скажем, совет отправил прямо от ПРО, чтобы вы понимали, поэтому не шутки. Гепариновая мазь, она может быть эффективна для решения этой проблемы. Итак, почему так долго ничего не было на канале? Знаете, я бы мог сказать, что у меня было очень много работы, о том, что мы выпустили больше 20 новых продуктов, о том, что мы развиваем активно, планируем, строим планы и запустили некоторые новые виды бизнеса. Я бы мог сказать вам, что у меня маленькая дочка, семья, я должен уделять ей время, я еще должен тренироваться, тренирую себя практически каждый день. Но если бы я это все начал вам говорить, я бы, наверное, напиздел. Потому что, по большому счету, при большом желании время найти можно. Сейчас я стою перед вами, в прошлый раз я снял видео в отпуске. Просто я упустил этот момент, я не забил. Я про вас постоянно помню, я каждого из вас искренне люблю, дорожу. Каждому из вас, потому что вы, ну, для меня каждый подписчик, каждый человек, который смотрит, кто выбрал и поддерживает то, что я делаю, вне зависимости от того, что это медиапространство, кто просто меня слушает и впитывает знания, информацию, либо мотивацию. Либо тот, кто покупает продукты, которые мы выпускаем, либо услуги, которые мы делаем. Каждый вас не ценил. И каждому из вас я искренне благодарен. И вот эти видео, эти знания, достаточно серьезные, которые другие люди часто платят мне, платят хорошо. Какой-то частью этих знаний я хочу делиться бесплатно. Условно скажем, что это моя социальная нагрузка. Надо давать в это хороший мир. То, что могу я. То, что у меня есть, действительно ценное. Это то, что я, чему я научился, что я узнал в течение жизни. Но пусть я добился не очень многого, на мой взгляд. Да, исключительно на мой взгляд, я понимаю, что там есть разный уровень. Я считаю, что пока не многого. Но дай бог, чтобы у всех так было. На таком уровне. Так. Тима Харни. Это Степ. Я открыл канал, открыл видео с названием «Как накачаться в натуражку». А на видео «Захимиченный лось» в пилотке две минуты рассказывал о чем угодно, только не о заявленной теме. Ну, две минуты вначале я рассказывал. Потому что праздник важный. Я считал, что важно донести до людей свой посыл касательно празднования для победы. Теперь. К большому сожалению или к большой радости зачастую именно захимиченный лось лучше знает, как накачаться в натуралу. Что в данный момент на моей крови 4 нанограмма тестостерона. По тем значениям, которые выдаются в лаборатории, где я знавал референты, границы от 2 до 8. Достаточно долгое время я именно в таком состоянии. Как оказалось, врать не буду. В отпуске, перед отпуском я не очень долгое время применял допинг и думал, что меня прет. Я смотрел, как я меняюсь, я начал активнее тренироваться. Более-менее держал диету. Я видел, как я меняюсь. Я думал, бля, вот рабочая, короче, у меня сейчас тема. Рабочие добавочки. И на выходе, что я получаю, приезжаю в Питер, сдаю анализы через 2 недели после возвращения. Кстати, в отпуске я ничего не брал с собой. Я купил в аптеке. Оригинальная аптечная, с кучей голограмм. Довольно-таки дорогие препараты. Пустое. Был фейк. Я нахожусь полностью в зоне натурального тренинга. Мои все гормоны находятся в норме. Причем в норме настолько, что это показатель того, что я не употреблял очень давно никакого допинга. Так что вот с ютисами. Моих знаний достаточно для того, чтобы сделать из любого человека действительно качественную форму. В разрезе менс-физики я уверен, что каждый может без допинга даже занимать высокие места. Про экстремальный бутербилдинг я не говорю. Так что, друг мой, у вас не совсем правильное мышление. Это, знаете, очень... Это как заявить, например, кому-то худощавому тренеру, что что-то такое ненакаченное, как-то будешь кого-то накачивать. И как-то заявить вот там спортсмену, выступающему спортсмену. Так уж вышло. Финалисту чемпионата России. Так уж. Финалисту чемпионата России. Так уж вышло. Что он... Короче. Ладно. Видимо, вы хотите слышать информацию от человека, похожего на вас. У меня была история хорошая. Очень много людей в фитнес-клуб приходило. Ну, наоборот, пока я 10 лет назад работал в зале, получающий первое высшее образование, говорили, вот, нравилось, как я выгляжу. Я еще был красивый, молодой, с волосами. Обращались и заниматься у меня. А пара случаев было, когда люди говорили, нет, нет, к этому вот он был слишком перекачан, я к нему не хочу заниматься. И шли к тренеру, который выглядел намного хуже и как специалист он был намного хуже. Но люди говорили, что им просто комфортнее находиться рядом с ним. Может, вам комфортнее получить информацию от человека, менее физически развитого. Но, очень забавный факт, но, друг мой, зачастую намного хуже физически развитые ребята, чем я, и тренера, и блогеры. Они валивают столько химла в себя, что, блядь, я бы, наверное, раздох от таких дозировок. Я сейчас натуральный спортсмен, достаточно длительное время, мышцы негде не посыпались. Я даже прогрессирую. Потому что я тысячу раз вам говорил, дилеры, продавцы, вам будут стюхивать, что самое главное, это допинг, потом добавки, потом питание, и в четвертую очередь тренинг. И там отдых где-то будет еще в этом. Так я вам скажу так, ребята, самое главное, это тренировки. Самые главные тренировки. Дальше я бы все-таки поставил, наверное, на одну ступень, на одну ступень. Это восстановление и питание, полноценное. Полноценному питанию я отношу и обычную еду, и спортивные добавки. Потому что уж простите, креатина вы не нажрете из говядины. Уж простите, незаменимых аминокислот, скорее всего, тоже вы не наберете нужное количество. Да и белка вряд ли вы сможете набрать из обычной еды необходимое вам количество. Это будет банально дорого. То есть тот белок того качества, который нужен вашему телу, иммунитету, организму в целом, для того, чтобы он мог строить мышцы, и вы себе не вредили тренировками, белок этого высокого качества, то есть из куриных грудок, из лососей, из морепродуктов, дорогая говядина, в пересчете на белок, этот белок дороже, чем баночный. Вам обязательно нужно есть нормальную еду, обычную еду, обязательно нужно, достаточно большое количество. Но для экономии средств и времени я бы рекомендовал добавки. И только в последнюю очередь я бы поставил фарму. А. Она не так эффективна, кого рассказывают. А. Б. Она вредит вашему здоровью. В. Вы, скорее всего, в итоге перестанете ее принимать, и не уверены, что вы сможете, как я, удерживать мышечную массу, вы откатите. Соответственно, вы навредите своему здоровью, потратите деньги на нее. на выходе получите ноль результата. Поэтому пропустим. Видимо, у меня вообще дым пойдет, полыхает. Не надо. Вру не полыхает, но так. Но нет, Тима Хартин, не Степ. Расскажу про натуральный тренинг, отдельные ролики будут. Не знаю, если есть в Петербурге прям очень активный парень, который хочет по физике развиться, который в данный момент только начинает свой путь в фитнесе, в бодибилдинге, возможно, в салон троебори, то он может мне написать. Если он готов активно потом это доносить до людей, как он будет меняться, я готов за него взяться. И в любом из этих видов спортов поможет доносить ему хорошего результата, с хорошим, даже сохраненным здоровьем, с хорошей формой и результатом. То есть это будет пауэрлитинг, то обещаю, что он будет хорошо выглядеть и будет хорошо и много поднимать. Олег Олегович написал, что без моих напоминаний вы помните про праздник, что тупая ты кочка. Олег, слава Богу, что вы помните, это очень ценно. А если бы вы еще стали более вежливым и таким приличным человеком, это было бы еще лучше. Принцессе привет. Спасибо. От моей дочурки тоже всем привет. Раньше всегда брал твою продукцию, но со вкусами все приелось. Сейчас пробую продукцию других брендов. По качеству типа нравились мы. Ну что могу сказать? Мы, видимо, вкусы принялись у сыворотки, хотя их 10, но их будет 14. В продажу поступили фисташка, кофе, манго и банан. 4 новых вкуса. Ну, фисташковое мороженое, ирландский кофе с нотками бейли, с кофейно-сливочными, манго, он как манго, он очень своеобразный, мне очень понравился. Кому-то, кто-то сказал, что он похож на морковный торт. Морковный торт, так морковный торт. Банан крутой. Банан обычно химодный, химозный у многих брендов. Я бы поставил банан, который получился у нас, прям в топчик. И расширение других там, изолятов, всякой ерунды тоже будет по вкусу обязательно. Опробуем на сыворотке. Итак, так, прошу прощения, Евгений Шелябин. Хотел бы просто, возможно, ты слыхал про какие-то полезные мази от растяжек. И знаю, что немало хороших действующих вдруг ты знаешь. И, возможно, даже сам использовал. Нет, я мази от растяжек не использовал никогда. У меня достаточно хорошая кожа, так что из меня можно сделать шикарную куртку. А вообще, если у вас вы понимаете, что вы склонны к уровню растяжек и у вас образуются такие бордовые, красные, из-3 после тренировки, то есть свежие растяжки, их стоит мазать мазью Контра Тубекс. Но есть вариант еще лучше, это мазь Дерматикс. Повреждений. Контра Тубекс уже нужно применять через примерно месяц после появления стрий, растяжек, это рубцовая ткань, он помогает снижать степень рубцевания. Это касается и порезов глубоких, ран после сшивания используются эти мази. Если же у вас растяжки уже давно, то, к сожалению, кроме как хирургическим уменьшательством, например, лазерной шлифовкой, вы никак с ними не справитесь, мази никакие не помогут. Обман. Но если вы знаете, что вы склонны и будете регулярно использовать эти мази при появлении первых симптомов растяжек, они снизят их яркость, снизят образование рубцов и так далее. Плюс, если вы знаете, что вы склонны к появлению растяжек, то в этапе набора масс или в этапе очень сильных памповых тонировок вы можете использовать любые увлажняющие мази для беременных перед тренировкой, чтобы снизить вообще даже возможность появления растяжек. Плюс, очень важный момент это коллаген эластин. Пособенности коллаген, который должен присутствовать в вашем рационе. Проще всего, я думаю, это просто приобретенный коллаген. Есть у нас joint support, эластин joint, называется. Там много коллагена. Препарат для суставов и связок, но по сути коллаген это такое количество большое, что он подходит для решения вашей проблемы и я планирую выпустить коллаген в чистом виде дополнительно. Так что вот это вот стоит тоже в рацион добавить, что улучшит качество ваших всех в целом соединительных тканей. Ну и не только их. Так. Следующий вопрос. Что происходит с компанией Доча? Она закрылась, они все распродают. Нет. Что именно происходит с компанией Доча я не могу, потому что я там не работаю. но я бы назвал это реорганизацией. У компании новый глава, у компании новый владелец и он просто реорганизует бизнес так, как он это видит. Вот и все. Не более того. Подробнее не скажу. То, что знаю, то ответил. Так. Привет, Руслан. Скажи свое мнение об Игоре Войтенко. Считаешь ли ты, что он на фарме? Если бы я видел, как выглядит Игорь Войтенко и как он выглядел, например, год или два назад, я бы ответил на этот вопрос, хотя бы высказал свое суждение по этому поводу. Но, к сожалению, я не совсем знаю, кто это, поэтому не могу дать никакой информации. Спросите его. Думаю, он ответит. Так. Или, если надо, напишите в комментах. Руслан, посмотри, Игорь Войтенко. Это нам интересно, важно. Или там хороший парень интересный что-нибудь делает. Знакомься. Я с удовольствием. Мне... Я сейчас улегся мотоциклами. Я купил мотоцикл. Я сейчас учусь в мотошколе. Получил права получить. Сегодня даже с него упал. Кстати, это очень больно. Так вот. Я смотрел много YouTube-каналов для по мото. Мне посоветовали канал называется В шлеме. В шлеме. Потрясающий канал, патрицающий, талантливые ребята его делают. Рекомендую. Посмотрите, кому интересна эта тематика. Можете перейти в мой инстаграм руслсупер. Одним словом, посмотрите, какой мотик я приобрел. Вот. Моя новая... Далеко не игрушка, мой новый железный конь. Блин, что-то я не знаю, не борщенул ли я, конечно, прямо лютый он. Лютый-лютый. Вот. Просто к чему я это сказал? Я это сказал к тому, ребят, что хорошей информацией, ценной, полезной, интересными людьми, интересными каналами стоит делиться. Вы можете мне в комментах посмотри, пожалуйста, я в пробке всегда могу глянуть какой-то канал, пролистать, если он действительно толковый или человек толковый. Мне с этого ничего не надо. я просто вам, да, там, расскажу другим о его существовании. Это будет здорово. Мы должны делать все вместе мир лучше. Мы должны делиться интересным, делиться знаниями, помогать друг другу, там, не мусорить банально, пресекать какие-то неправильные действия со стороны других людей. Знаете, называется там, как говорят, терпимость, толерантность. Нахер. Выбросил кто-то мусор, неразлагаемый в окно? Блин, догоните, по возможности догоните, поднимите, киньте им обратно в окно. Потому что нехер, неправильно это. Ну, ягрызок яблочный кинули на дорогу, это другое. Я к этому отношусь слояльнее. Две машины его переелут, его размолят в кашу, все, его смоют дождем. Это органика, ничего криминального. Вот хабарики, прочая такая, там, числофановый пакет, это нельзя, я считаю, никак. Многим, там, в культурных местах, где отдыхают дети, где много людей, в принципе, ничего не надо никуда выкидывать. Ну, и на дорогу не надо, потому что я теперь, как мотоциклист, скажу, что, бля, упасть с него можно из-за банановой кожуры точно, если колесо провернется. Я, в принципе, так и упал на песке. На песке затормозил, в повороте, потому что под меня выскочил погрузчик, и, я думал, остановлюсь нормально, но и колесо, мыскользнуло. Конечно, не важно, не мото-канал, хотя, если вам интересно, ставьте плюсик, я про него сниму, расскажу, тема интересная, крутая. Но, кстати, даже очень крутые каналы набирают мало просмотров, потому что мотоциклистов точно еще меньше, чем бодибилдеров. Вопрос. Ответь, пожалуйста, как начать заниматься после года без зала? Первое, первое, потихонечку. Второе, начните первые три недели тренироваться в режиме фулл-бадди, три раза в неделю, распределяя нагрузку, как легкая тренировка, средняя тренировка, тяжелая тренировка. По прошествии трех недель перейдите на режим тренировок через день, вверх, полностью и вниз. Так, потренируйтесь еще три недели. После этого, уже зависим от ваших целей, можете перейти опять в фулл-бадди, можете вернуться к сплиту, можете заняться силовым трейборием, можете заняться всем, чем вам нравится, я не знаю ваших целей, но режим возвращения к физическим нагрузкам довольно-таки простой. Постепенно, никуда не гнаться, начать с фулл-бадди, начать нормализовывать питание, прийти к режиму, тем более, если вы служите, я думаю, что у вас, значит, неплохая физическая подготовка, и, скорее всего, вы можете, скорее, я вас не знаю, может, вы штабисты и подписывали письма, передавали генералу, тогда у вас было мало физ нагрузки, если вы служили в войсках, так скажем, реагирования возможного на внешние и внутренние опасности для государства, то у вас хватало подтягиваний, бега, кроссов, отжиманий и, возможно, копаний где-нибудь там, территории и покраски зеленой краской травой, поэтому у вас хватало нагрузки. Если вы хотите получить более полноценные ответы, друзья мои, всегда пишите мне больше вводных данных. Чем больше данных, как в задачке, да, дано, и из него я буду вводить для вас ответ. Если вы хотите получить индивидуальный, да, максимально развернутый, либо вот такой он будет более обобщенный. Так, привет. Вопрос по Борю Ушакову и Денису Гусеву. Боря Ушаков не растет вообще и почему у Дениса опять нет прогресса по форме, хотя вокруг него столько специалистов. Итак, а хочет ли Боря расти? Да, вот такой-то вопрос, согласитесь, если такой цели нет у человека, у хорошего специалиста, и он этим не занимается, то с чего бы ему расти? Значит, он просто не ест то количество еды, чтобы он рос. Значит, он там не тренируется, у него так давно, помню, были травмированы ноги, по-моему, и так далее. Поэтому вопрос, ну, такой, странненький. По Боря, мы не понимаем. По Денису, он, конечно, менее странный. Почему у него нет прогресса по форме? Опять же, вопрос к Денису, я не знаю, как он питается, я не знаю, как он тренируется. почему нет прогресса? Однозначный ответ есть. Очень простой, очень короткий. Я скажу, если у человека нет прогресса, то он делает что-то не так. Чтобы появился прогресс, ему точно нужно что-то изменить. Что можно иметь в случае Дениса? Так понимаю, что он на допинге, об этом он рассказывает в своем блоге. Ну окей. То есть добавить допинг рекомендовать мы не будем. Второе. Возможно, есть ошибки в тренинге. Специалисты хорошо, но он тоже должен чувствовать. Может, их рекомендации не подходят ему. Второе. Может быть, с едой что-то нужно делать. Ее изменить. Может, она у него плохо усваивается. Может, у него проблемы с пищеварением. Может, с едой нужна со здоровьем, для того, чтобы он мог дальше прогрессировать. Может, нужно просто больше есть. Ну, это вот основные факторы. Но самое главное, что ему что-то нужно менять, если вы считаете, что у него нет прогресса. Ну, и важный момент, он в мэнс-физик поступает. Я думаю, там есть определенные критерии, в которых он должен оставаться. Поэтому он и не меняется. Вот он выигрывает, он, так понимаю, что считается хорошим мэнс-физиком. Наверное. Так вот. Считается он, наверное, хорошим мэнс-физиком, поэтому ему нужно постоянно просто быть одинаковым. И все. Какие-то злые. Тот плохой, сет плохой. Я тоже, наверное, плохой. Ну, ладно, я плохой. Остальные зачем обижаете? Так. Руслан, здорово. Привет. Видел, ты отдыхал в Тае. Скажи, как ты там держал форму? Есть ли смысл ее там держать и качаться или стоит расслабиться и забить? Расслабляться и забить не стоит никогда. Мы живы, мы живы, пока мы боремся, так скажем. Как я держал там форму? Я тренировался. Мы с Максом, с человеком, у кого мы снимали виллуп, с кем мы стали друзьями, мы с Максом гоняли на тренировки. Практически, ну, через день стабильно. Мы ездили в разные залы на Самуи. Очень колоритно, очень интересно, очень круто. Мы качались, я качался регулярно, качался на Таше тяжело по мере возможностей. Весов, которые были в зале и оборудование нас какое-то позволяло. Питался я в основном, ну, где-то мы ездили, это вот суп, суп этот кокосовый, там там томкха, томям, креветки, морепродукты, сыр, большое количество фруктов и яйца. Мы бы жили в вилле, поэтому мы сами готовили. Для себя, кстати, я понял одну вещь, что в жопу, в жопу любые виллы, никогда я больше не поеду никуда, где надо сам уходить в магазин, готовить еду или что-нибудь такое. Я поеду только в пятизвездочный люксовый отель. Для себя, я пока определил две страны, в которые я планирую ездить, это весной и осенью в Турцию и ближе к зиме в Доминикану. Меня все устраивает, как говорится, потому что тяжело. Теперь по расслаблению и забиванию в отпуске на себя. Не, не стоит. Наоборот, в отпуске много ходите, это уже круто. Вы легко поддерживаете обмен веществ, быстро. Очень много мы ходим, там нет автомобилей, нужно ходить в ресторан, на экскурсии, гулять, парк. Реально, я в любом отпуске, даже когда я питаюсь трижды в день тортами, плюс к обычной еде, я всегда становлюсь лучше по форме, суши и так далее. На меня очень круто действует кардио. На него нет времени дома, к сожалению. Хотя я стараюсь его делать, просто я его делаю немного. Если бы делал больше, выглядело бы намного лучше. На меня кардио действует просто космически. Блин, как я не знаю, смесь ДНП, с клинбутеролом и эфедрином и все вместе. Для меня это кардио. Думаю, и вам было бы полезно его делать. И уже банально, тренировки, даже поддерживающие, они будут очень эффективны. Никогда не нужно забивать. Не важно, как, где и сколько тренироваться. Очень важно делать это регулярно. С опытом, со временем, как я, вы поймете, что вы можете просто тупо отжаться 400 раз суммарно. И для вас это будет отличная, крутая тренировка груди. Потому что вы можете легко приехать домой, потом пойти опять делать силовую работу. Вы просто смените нагрузку, это будет, может быть, даже эффективнее для вас. А может, вы поймете, что ба-бах, именно такая повторка дает рост. Потому что, может, вы изменитесь за две недели. Может, у вас какие-то другие волокна сработают, более глубинные, может, вы изменитесь от этого. Пробуйте, экспериментируйте, это всегда полезно и эффективно. Вот. Так что так, ребята, блин, в отпуске, мне кажется, вообще, он для того нужен качаться, кушать хорошо, приятно. Это вообще, это просто огонь. И вот, крайний вопросик будет у нас. А дальше будет что? Дальше будет халявка для вас. Расскажи, пожалуйста, как усваивают сырые яйца. Вопрос второй. Если, допустим, смешивать коктейли с разными кислотами, в сумме может набраться грамм 20-30. Не будет ли конкуренции среди них? Не будет конкуренции за усвоение при таком количестве. И последнее. Унетают ли сармы эндрогенные гормоны и надо ли против них ПКТ? Итак, сырые яйца усваиваются по-разному, потому что яйца бывают у разных животных. Перепелиные усваиваются хорошо, куриные усваиваются плохо. Вывод. Вы можете есть сырые перепелиные яйца. Чтобы получить нормальное количество белка, вам нужно съесть примерно пачку из 20-30 перепелиных яиц среднего либо крупного размера. Куриные яйца не рассматриваем. Со страусином гусиными не знаком, не знаю, никогда не читал исследования, не рисовался, даже никогда не пробовал страусиное яйцо, надо купить. Было бы интересно. Гусиный пробовал яйца, яйца просто большие и очень крепкие. Костян как-то пробовал баранье яйца. Очень мягенький, сказал. Она у него тоже стырила с тарелки. На вкус, не знаю. Странное, короче. Больше похоже на нежную печенку в сливочном соусе. Вот. Так что да, кстати, к вопросу, как кусаются сырые яйца. Опять же, как вареные бараньи нормально усвоились. Или они были жарены, тушеные, не скажу, короче, точно. Дело было в Казахстане. Дальше, по аминокислотам. Смотрите, если это будут аминокислоты одного типа, то действительно конкурентная среда будет, и они усвоятся не все. Если будут аминокислоты разные, либо это будет смесь типа ЕАА, Essential Amino Acid, либо подобие продукта, как BCAA Pro у генетика, где BCAAшки плюс глютамин, в сумме 20 грамм усвоится и при разовом приеме. Если вы тупо только насыпите там одни BCAA, грамм 30, и с залпом их выпьете, частично будет потеря, которая не усвоится. Поэтому я всегда рекомендую, рекомендовал и ранее пить BCAA на тренировке, а иначе вы думаете ни в коем случае большой объем только не разводите, не намешивайте, глотками постепенно, в таком случае не будет конкуренции, все максимально будет эффективно использоваться и будет более ровный фон соборных аминкот в крови, что позволит вам минимизировать катаболический эффект тренировки. Анаболический при этом не снижается, поэтому вы получаете на выходе больше просто мышечной массы и больший суммарный эффект от тренировки и более высокую скорость восстановления и готовности к следующим и последующим нагрузкам. вот так вот. Ну а теперь давайте подарки. Что нужно будет сделать? Будет на канале в группе ВК ВКонтакте будет пост о том, что вышло новое видео. И там будет конкурс репостов. То есть все, что нужно будет сделать, это репостнуть видос. У нас здесь навидочки всякие. Бабах. 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 Бабах-бабах. Короче, я хочу делать розыгрыш в течение пяти дней. Будет пять победителей. Призы будут одинаковые. Поэтому, почему каждый день, почему? Кто первый посмотрит видео, вот это, и первым сделает репост, первый день, больше шансов на победу. Это более честно, я считаю. Во второй день будет следующий победитель, там, и пятому дню будет больше репостов, и то есть шанс своих здесь будет меньше. Соответственно, я хочу подарить вам шейкер, и вы сможете потом у менеджера, который с вами свяжется, выбрать любой из новых продуктов. Либо Змашку, Змашку, мы Змашка НБ6, никто их, по-моему, из русских брендов не выпускает, мы первые. Гуарана в капсулах, честно, не знаю, кто им делает, кроме нас, или нет, но это не суть. Или банку Гуарана сможете выбрать. И еще лично от меня подгонщик, тому, кто посмотрит видос в первый день, в первый день сделает, после выхода поста в ВК, сделает репост до первого этапа розыгрыша, тот получит еще бонусом к этому баночку Трибулуса. Если же это будет девочка, она сможет Трибулус заменить на любую любую баночку, мы там придумаем, Омега-3 это будет, либо ЦЛА. Вот, собственно, такие вот подарки, будет пять штук, почему шейкеров, то есть в шейкер просто мы положим баночку внутрь, так удобнее будет отправлять ее в коробочку, затолкаем картофель. Вот, так что у нас есть пилоточка, вы помните, подарок, продукция. Вот, так что, да, вы спрашивали про новинки, вот две новинки вам, это ZMA Цинк Магний мужской комплекс, очень важный, ценный для мужского здоровья, для ПКТ, кстати, кругового уровня ПКТ, и это Гуарана, мне очень Гуарана нравится, лично я его очень люблю, как продукт, как легкий стимулятор ЦНС, дополнительно она снижает аппетит и ускоряет процессы жиросжигания, и вообще у Гуарана круче полезных свойств. В целом, если вам интересно, чтобы я про какие-то продукты, спорткты рассказал, пишите в комменты, про какие нужно и интереснее, и стоит ли вообще. Я стараюсь минимизировать эту информацию, потому что я думаю, вам не очень понравится какой-то избыток рекламы, я поэтому так, вскользь касаюсь, когда вы сами спрашиваете. А так, если эта ценная информация нужна, именно в моей интерпретации, в моей подаче, то я с удовольствием я вас сниму. Если вам вдруг понравилось видео, то вы можете нажать пальцем вверх. Если вам оно не понравилось, вы обязательно вниз палец нажмите и напишите в комментах, что именно вам не нравится, потому что мне бы хотелось быть лучше. И почему бы мне не воспользоваться вашей помощью. Если вам видео прям очень понравилось и вы нажали пальцем вверх, то сделайте репост. Это прям будет ваш вклад подобно тому, что делаю я, стараясь рассказать про какие-то интересные другие каналы для других людей. На этом я с вами прощаюсь. Хочу сказать вам спасибо огромное, что вы с нами. Этот выпуск вышел, ждите следующий. И я в процессе попытки снять влог, я сломал стабилизатор, сломал нечаянно, потому что я, блин, как там, тупой кочка. Поэтому картинка будет дрожать, будет сильно дрожать. Поругайтесь на влог, я тогда пойду и куплю новый стабик, либо попробуем отремонтировать этот, но это очень маловероятно. Все, пока. Пока. Потанцуем, потанцуем, меня видно. Пока. Пока.